Вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Момент, я понимаю, надо микрофончик повыше поставить, чтобы не было слышно А я думаю, что я могу на это ответить С одной стороны, нужно коллегиально поддержать тебя С другой стороны, прям подмывает ответить А я вот к эфиру готовился Плотно позавтракал Да, ну что же делать Я, наверное, просто представлю нашу гость Сначала небольшую тоже предысторию Мы, сидя на карантине, конечно, столкнулись, наверняка, многие с тем Что работая из дома Не имея возможности, когда закрыты кафе, рестораны Там все работает на вынос Там только доставка еды готовой на дом Вот хочется проявить себя действительно в экспериментах кулинарных Ну, действительно, хочется что-то приготовить своими руками Тем более, что появилось и время, и возможности И нельзя же питаться только одной яишенкой Хочется какой-то вот тварь дрожащей Или вот право имею И рецепт имею Как раз этого проекта с Еленой Сафроновой Здравствуйте, доброе утро, Елена Доброе утро, Елена Позавтракали Извини Вот мы Вот понимает человек меня Еще один человек Совершенно не готовый к эфиру Ладно Тогда пробежимся по содержанию Итак, минувшим летом В Прибалтике, в Балтии, в Латвии, Литве, Эстонии Прошли съемки для вот этой вот кулинарной книги Для альбома, наверное, правильнее это назвать Балтик Чифс называется То есть, балтийский шеф Шеф-повара подразумеваются И если мы правильно понимаем То в этом альбоме заключены Ну, во-первых, масса тонны красивых Слюноточащих фотографий и изображений А во-вторых, описание действительно Любимых рецептов, любимых блюд Самих поваров, ведущих поваров Прибалтики И их рецепты, так оно? В целом, да Всего представлено 180 рецептов 90 поваров Прибалтии 30 в Латвии, Литве, Литве, Эстонии Помимо того, что это рецепты Шеф-повара делились также лайфхаками По приготовлению Также были интервью С каждым из шеф-поваров Мы с ним постарались Раскрыть личности То есть, когда человек говорит книгу Он был знаком не только с тем блюдом Который, он хочет готовить Но и с шефом, который это блюдо предложил Насколько сложны эти блюда Потому что я думаю, что многих останавливает Но есть страх того, что Вот хорошо, я вот яйцо могу разбить А вот там, где начинаются какие-то вот эти Безумные там доли граммы Какие-то приправы невероятно Непонятные, откуда их брать То есть, вот Многих останавливает сложность блюд Вот насколько они просты в приготовлении Да, изначально была идея Чтобы шеф-повара предоставили те блюда Которые каждый может приготовить на своей кухне И в принципе, мы придержались этой концепции Было Есть, вернее, в книге несколько блюд Действительно, может быть, чуть более сложных в приготовлении Но в связи с того, что шеф-повара нечего пытались менять Сложные ингредиенты, но более простые Которые доступны каждому в супермаркете Кроме этого, в книге есть еще 10 рецептов от футбогеров Они тоже максимально-максимально простые То есть, как правило, тоже адаптированы В период пандемии Условно из того, что в кладинке Они издали какие-то блюда Которые, в принципе, каждый Там не имеет какой-то опыт Кудраунда кулинарии может приготовить То есть, в принципе, получается, вывод можно сделать следующий Любого простого, стоящего на кухне Возле раскрытого холодильника От шеф-повара Отличает, по большому счету, только смелость и фантазия, да? Ну, наверняка, все некая компетенция Но понятно, что даже шеф-повара Сами говорили о том, что Одно и то же блюдо невозможно приготовить одинаково Даже с учетом того, что одинаковое количество ингредиентов Соблюдено количество грамм Конкретного продукта, приправ Но все равно у каждого Получается по-разному, по-своему Поэтому одинаковое блюдо точно там Не может быть И опять, когда с фантазией Можно как-то и разнообразить И в своей интерпретации приготовить Елена, я задам, может быть, такой Ну, достаточно прямолинейный вопрос Но, надеюсь, услышите ответ Вот почему нужно купить эту книгу? С одной стороны, интернет полон Вот огромнейшим количеством рецептов Там есть специализированные кулинарные сайты Но чем отличается ваша книга? Вот чем она должна зацепить читателя? Чтобы он пошел, заплатил деньги За то, что вот вроде бы он может достать Бесплатно совершенно из интернета В чем ее вот уникальность, фишка, изюминка? Идея была в том, что В период пандемии были закрыты рестораны И, по сути, мы не имели возможности Пойти в ресторан и получить то, что мы хотели И люди стали более активно готовить дома И, по сути, те блюда, которые представили книги Во-первых, это любимые блюда Тех шеф-поваров, рестораны Которых мы любим и ходим Не только в Латвии, но и в Эстонии, в Литве И, по сути, эти блюда Они пришли в дом каждому И каждый теперь имеет возможность их приготовить И, опять-таки, какой-то некой авторской интерпретации Тех шеф-поваров, к которым мы идем Потому что, по сути, ресторан уже славится тем, кто на кухне И, наверное, в этом уникальность Потому что, опять-таки, была достаточно жесткая селекция И мы не хотели представлять те блюда Которые, в принципе, действительно доступны везде Поэтому это то, что уникально Под каждым блюдом есть определенная легенда История И шефы рассказывали, как это было блюдо придумано Там у многих тянется История из детства Почему оно было выбрано именно таким Какие ингредиенты были использованы Поэтому это такая, мне кажется, квинтэссенция всего И, конечно, такого непроссорных интернета не нет Насколько сложно было собрать 90 шефов? Ну, это не было легко Но, опять-таки, изначально мы пошли от того Что в каждой из стран есть поварские ассоциации И которые предоставили какую-то целую селекцию шеф-поваров Рекомендованных к тому, что мы их пригласили к участию в проекте И далее уже там понятно, что, может быть, кого-то не доставало Или кто-то не имел возможности участвовать И мы уже как бы выбирали в зависимости от уровня шеф-поваров в ресторанах А, ну то есть не напрямую вы всех их собирали, да, вручную? Ну да, не напрямую Вернее, не всех напрямую Ну, конечно, облегчает задачу Но все равно феноменальный, монументальный труд Как эту книгу можно заполучить? Сейчас книга уже доступна онлайн Ее можно заказать онлайн В конце ноября она придет из типографии Первые, кто уже заказали ее онлайн по предзаказу, смогут ее получить Она будет отправлена Сейчас доставка бесплатная Далее уже в конце ноября, как мы ее получим Она будет распространена по книжным магазинам В Латвии, Литве и Эстонии То есть те, кто сделал предзаказ Они первыми ее смогут взять в руки Да Причем с доставкой на дом Елена Ну, невозможно не задать этот вопрос Ну, процитировав, скажем, автора проекта «Болтик Чифс» Шеф-повара Артура Арницанса Он предоставил два рецепта Один из которых оленина, маринованная с хвоей и розмарином Кусок мяса, там, воткнутые прям, наверное, эти вот иголочки И арктическая палия, я так понимаю, это же рыба С клубникой и огурцами Бешеные сочетания Самый какой-то бешеный, самый интересный рецепт для вас Какой был? На самом деле, я вот буквально перед интервью думала Что вы об этом наверняка спросите Я даже начала прощать в голове Что же мне запомнилось больше всего И, на самом деле, рецептов было крайне много Все они такие вот изысканные Какие-то необычные сочетания смелые Но мне, наверное, больше запомнилось В Эстонии был один шеф У которого был десерт Это был некий мус И, ну, мне больше, наверное, запомнился Это у него стори-теллинг То есть то, что стоит за этим рецептом Его бабушка как-то в детстве готовила Некий такой вот мус Который, не знаю, вы, наверное, тоже помните Мы там пили с молоком Или клюквенный, или клубничный И он это сделал Какой-то автор, чтобы притаться И добавит сладкие такие Кукурузные палочки В общем, это все выглядело невероятно красиво С каким-то мороженым В общем, и, наверное Ну, во-первых, это было вкусно Во-вторых, да, наверное, вот именно Эта вот легенда, которая стоит за этим рецептом Потому что он уже тянется вот так много лет Человек пронес эти впечатления, ассоциации Вот он уже какой-то был взрослый шеф-повар Это, да, мне, наверное, тронуло Вспоминается мультик Вот этого, господи, знаменитый Рататуй Кулинарный критик, у которого, значит, вершина всего Был вот рататуй, который готовила его бабушка И пока вот он не нашел этот вкус Он не мог в жизни успокоиться Кстати, Елена, про какие-то вот эти вот воспоминания Из детства Возможно, какие-то тенденции Что сейчас в топе Использование местных продуктов Наиболее простых, ну, действительно, оленина и хвоя Все это соединил, пожарил, поел Или какие-то изыски, молекулярные обработки и так далее Сейчас, да, на самом деле, вот По мере интервью То есть я брала интервью шефов И прослеживалась-то, конечно, многие говорят о том Что сейчас более востребованы классические вкусы Без добавления, там, обилия приправ То есть чтобы сохранять этот вот настоящий вкус продуктов Во-вторых, сезонность продуктов Потому что если шефовра старался готовить С продуктов, чтобы они были качественные, соответственно, сезонные Но опять-таки упоминали, что в период пандемии Особым спросом пользовались вот блюда Азиатской кухни, японской Это вот суши, фастфуд Поэтому, несмотря на то, что там, конечно, можно говорить о высокой кухне Но есть определенные там потребности у людей И что в период пандемии это вот особенно чувствовать Что люди там стремились не к каким-то изысканям А вот за простой такой едой Которая по бюджету доступна, в принципе, каждому Есть ли в этой книге, ну, я понимаю, какое-то такое пошаговое руководство Потому что, ну, чтобы понимать, как это все происходит Что, зачем нужно делать В какой последовательности Потому что там ведь мелкий нюанс Дьявол кроется в деталях, как говорят Да, конечно, есть То есть, во-первых, есть перечень ингредиентов Какое количество необходимо И, конечно, рецепт То есть процесс приготовления Опять-таки, выделены определенные там лайфхаки Как проще приготовить Или, например, если у вас нет там определенного продукта Или нет возможности Не знаю, условно, такой техники Приготовить, вы можете заменить на такую То есть максимально много возможностей, вариаций Чтобы человеку было комфортно приготовить там это блюдо И доступно Ну, просто здорово, что есть возможность вариации Потому что, мало ли, хвоя есть, а ленины нет А такое часто бывает Да Достаточно выйти на улицу Хвою повсюду А ленину пойди еще Ее найди Кстати, про дьявола, который в деталях Ну, тут стоит пробежаться по нескольким деталям Более 400 страниц Почти 200 рецептов 90 шеф-поваров И 10 инфлюенсеров И вес самого вот этого фолианта 2 килограмма Цена? Стоит ли? Стоит ли? 48 евро, если не ошибаюсь, да, Елена, по предзаказу? 45 45 Ну, я накинул немножко Я думал, если через меня вот там все-таки что-то прилипнет к ладошкам, не прилипнет Да, 45 евро 45 евро На сайте Болтик Шефс Ком Ну, Болтик Шефс В два слова Болтик, как балтийский И Шефс Как шеф-повара Вот так пишется Через С Насколько книжные магазины Вот в каких магазинах Во всех ли будет она доступна, эта книга В каких магазинах ее искать И в какое время она появится на прилавках Так, я уже упомянулась Топография получена в конце ноября Соответственно, ну Первые недели декабря наверняка уже появится на прилавках книжных магазинов В Латвии это будут магазины «Глобус», «Янис Роза» и, возможно, большие сети «Риме» В Эстонии это «Аполло» и еще один местный книжный магазин со сложным названием А в Литве это будут дистрибьюторы, поэтому пока что не можем точно назвать именно эти названия книжных магазинов То есть через дистрибьюторы Ну, появится, надо сказать, очень вовремя, как раз к рождественским праздникам Ну да, чтобы приготовиться А книга, как известно, лучше подарок Подождите, но вот у меня сразу такой вопрос Если она будет продаваться в Латвии, Литве, Эстонии, на каком языке эта книга? Книга на английском языке На английском, вот чтобы понимать сразу На международном языке шеф-поваров Кто делал фотографии? Спасибо, что не на французском Кто делал фотографии? Поскольку я понимаю, что ведь для того, чтобы блюдо восхитило и было невероятно привлекательным Его еще нужно уметь подать Да, абсолютно точно с командов, в которой есть фотограф, вот Отто Это просто у него большой опыт фотографирования, то есть блюд и ресторанных И вот когда были вот, 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 он фотографировал для этих приложений И у него получается абсолютно точно передать эту атмосферу блюда И когда я рассылала релизами, журналисты писали о том, что какие аппетитные фотографии Так я думаю, что, наверное, задача удалась То есть получилось добиться нужного результата Отто, у которого огромный опыт Извините, надо было сдержаться, наверное Ну так мне показалось, это забавно звучит То есть, имея под рукой эту книгу Я так понимаю, что посыл такой, что можно будет попытаться создать Какую-то неповторимую атмосферу ресторана у себя дома И вот эти бесценные какие-то лайфхаки шеф-поваров с опытом Они могут пригодиться для, может быть, создания каких-то своих уже блюд, рецептов Там, вариации этих рецептов Да, да, абсолютно То есть, ну, как я уже упомянула, что, опять-таки, не обязательно придерживаться строго Это обозначенный тех только ингредиентов, которые указаны в книге Можно, опять-таки, чем-то заменить, в какой-то интерпретации представить эти блюда Что называется, хозяйки на заметку Хорошо, спасибо Да, прекрасный Благодарим, благодарим человека, без которого не появилось бы это издание А мы говорили о новой кулинарной книге «Болтик Чивс» Елена Сафронова, журналист и медиа-менеджер этого проекта Ну да, интересный, действительно, проект получился Побегу завтракать, ну, может быть, не олениной с хвоей, там, сырочек шоколадный с чаем Но, тем не менее, просто уже чувствую, как хочется-хочется что-нибудь поесть Елена, вам тоже хорошего дня и приятного аппетита Спасибо, что были с нами Спасибо До свидания До свидания На одной волне с городом Радио Болтком